Добрый день всем, кто доехал к началу. Хочу поблагодарить организаторов за право открыть очередную конференцию. Уже я не помню по счету, какую конференцию здесь в Переславле я открываю. Ну, в общем, Алексей меня тут объявил как доктора, но я выступаю как свободный аналитик в данном конкретном случае. И последние годы доклады такие, с одной стороны, констатирующие нынешнее состояние дел в мире свободного программного обеспечения, ну и немножко футурологии в том плане, а что может нас ждать в ближайшем обозримом будущем. Ну вот, чтобы просто напомнить, для чего мы здесь собрались, это четыре свободы, которые относятся к свободному программному обеспечению. Ну и при наличии этих свобод мы считаем данную конкретную программу свободной. Все это, я надеюсь, присутствующие здесь знают, и я акцентироваться на этом не буду. Свободное программное обеспечение, несмотря на многие ранее происходившие разногласия, несомненно, относится к программному обеспечению коммерческому. Потому что программное обеспечение коммерческое, это программное обеспечение, которое разрабатывается и поддерживается в рамках соответствующей специализации бизнеса. Почему важно на этом акцентировать, потому что постоянно всплывает тема, и она опять вдруг стала актуальной, о том, что свободное программное обеспечение и коммерция, в общем, вещи, соответствующие друг другу, маловозможные. Но на самом деле это не так. Одним из ярких примеров того, что свободное программное обеспечение может быть коммерческим, мы видим здесь среди организаторов этой конференции, почему этот вопрос вдруг опять всплыл. Вы все знаете события последние пары лет, которые привели к тому, что активно стала развиваться тема использования отечественного программного обеспечения. Как оказалось, подавляющее большинство отечественного программного обеспечения, это программное обеспечение так или иначе связанное с свободным программным обеспечением. Естественно, в этот лагерь пришло большое количество новых людей. И, в общем, вопросы, на которые мы вроде бы ответили еще 10, а то и 15 лет назад, они постоянно возникают в прессе, в сетевых форумах, в разговорах с пришедшими неофитами и так далее. Ну, вот что такое свободное программное обеспечение сегодня. Я этот слайд все время показываю. Это те положения, которые на сегодняшний день нам известны. Положения эти тоже достаточно известны всем. Я бы хотел отметить последнюю самую строчку. Это то, что появилось в этом... А что такое? И здрасте. И зачем это так? О! Не, ну это мы... Вот. Вот последняя строчка, да, что... Мы за последние пять лет, наша группа аналитическая провела целый ряд работ, в частности, анкетирование разработчиков, исследование целого ряда популярных программных продуктов. И, по нашему мнению, которое мы неоднократно публиковали, свободное программное обеспечение сегодня является единственным эффективным средством межкорпоративного обмена передовыми технологиями. Почему это важно? Я еще в процессе доклада к этому положению неоднократно буду возвращаться. Ну, что сегодня со свободным программным обеспечением, и какие особенности появились в последние годы? И вообще, как эти особенности расценивать? Это угроза существованию и развитию свободного программного обеспечения? Или это просто эволюция, да, мир не стоит на месте, он развивается, появляются новые аспекты, что-то исчезает, что-то очень сильно меняется, и, естественно, мы не можем на это не реагировать. Так вот, какие позиции последних лет? Ну, то, что касается авторкизации, да, то есть это появление, а, скажем так, вероятность, пока это вероятность появления того, что называется авторки, то есть замкнутая группа государства или государства, которые практически не поддерживают контакты с окружающим внешним миром. Ну, я на эту тему где-то год назад делал достаточно подобный доклад, можете посмотреть. Сегодня я на этом аспекте современном останавливаться не буду. он остался, но, к счастью, скорее всего, к счастью, за последний год в этом направлении никаких существенных изменений не произошло. Как это было некой, может быть, гипотетической угрозой, так на сегодня этой угрозой и осталось. Ну, а остальные, в общем, показатели, их, на мой взгляд, надо рассмотреть, потому что они оказывают существенное влияние на сегодняшнее представление об СПО. Ну, вот почему важна, так сказать, да что ж такое-то, почему важна авторкизация, вот еще тема такая, да, что многие не совсем понимают, что свободные лицензии работают только в условиях определенного правового поля. То есть свободные лицензии не могут существовать в отрыве от лицензионной политики вообще. Да, это, как говорил Урсула Легуин, правая рука света это левая рука тьмы, да, то есть мы противоставляем себя, но противоставляем себя именно проприетарным лицензиям. То есть в отсутствии вообще лицензионной политики само понятие свободного программного обещания, оно просто теряет смысл, да, потому что нет лицензии, не о чем разговаривать. И это, в общем, тоже важно, потому что сейчас создается впечатление, что вот этот всеобъемлющий мир лицензионной политики, он может разорваться. Ну, то, что касается смены парадигмы распространения ПО, вот это очень интересная тема, которой мы активно занимаемся последний год, да, те лицензии, которые нам известны, да, GPL во всех ее вариациях, там, МИД, БСД и так далее, и так далее, и капилефтные, разрешительные, они появились в то время, когда, ну, большая часть присутствующих этого не помнит, когда программное обеспечение распространялось там на дискетках, на других магнитных носителях, да, к каждой дискетке прилагался лицензионный договор и так далее, и так далее. Но сейчас так программное обеспечение уже не распространяется, а практически не распространяется, сейчас редко можно встретить программное обеспечение, распространяемое на магнитных носителях. А сама парадигма лицензирования, она меняется гораздо медленнее. И, в общем, первый серьезный случай смены такой парадигмы произошел, когда в широкую практику в, там, 15-е где-то годы, да, уже этого века вошли технологии СААС, вошли так называемые облачные технологии, и оказалось, что в данной ситуации любая лицензия, будь она проприетарная или свободная, она просто перестает работать, да, вы взяли один экземпляр программы, установили его на сервер, дальше вы всем эти услуги раздаете, и, в общем, как бы профит, да, и в то время свободное сообщество отреагировало гораздо быстро, очень быстро, с появлением стандартной общественной лицензии ФЕРа, да, или АДЖПЛ, вот, лицензия достаточно интересная, желающие могут с ней подробно ознакомиться, особенно я рекомендую ознакомиться со всеми перипетиями, которые сопровождали принятие этой лицензии. И примерно тогда же, чуть позже, появилась лицензия, которая SSPL называется, которая не была принята открытым сообществом, и это тоже очень показательно в связи со своей избыточностью требований, да, SSPL требовала передать любому, кто хочет пользоваться данным программным продуктом, все, что находится на сервере разработчика, без всяких ограничений, вот, и это требование, несомненно, было избыточным, но там гораздо интереснее вообще перипетии с этой лицензией. Почему это важно? Потому что, как бы, все развивается по спирали, и сейчас мы к этим перипетиям возвращаемся в связи с тем, что у нас появились так называемые системы, так называемого искусственного интеллекта, да, ну, я не буду вдаваться в подробности, сколько там интеллекта, сколько его нет, да, но мы с вами говорим о системах бигдейт, и системах диплёрнинга, да, и здесь возникает огромное количество проблем с лицензированием, и это сейчас самая насущная тема, потому что никто не знает, что делать с этим типом программного обеспечения, то есть никто не знает от слова вообще, и если до буквально там сегодняшнего дня, то есть что происходило, почему я говорил о том, что свободное программное обеспечение, оно существует вообще в лицензионном поле, да, и всегда сообщество, как бы оно немножко запаздывало, да, появлялась новая парадигма распространения программного обеспечения, к ней появлялись коммерческие лицензии, в ответ на появление этих коммерческих лицензий появлялись лицензии свободные, так было в частности с IGPL, да, ну, всё логично, появилась потребность, появилась лицензия. Сейчас нет проприетарных лицензий на так называемые системы искусственного интеллекта, пока никто не знает, что с ними делать, я на днях читал одну очень большую интересную статью, ну, так скажем, протестантских деятелей, которые говорят, что вообще там никакая не нужна лицензия, потому что тот продукт, который создаёт искусственный интеллект, это не человек создаёт, и, в общем, незачем вообще это как-то лицензировать, это же лицензировать надо только плоды человеческого труда, а это плоды нечеловеческие, их не надо лицензировать, ну, то есть вот есть и такая точка зрения, точек зрения там очень много, да, и если как бы с продуктами, производимыми, так сказать, с помощью этих систем всё больше склоняются к принципу Матроскина, да, что корова государственная, а молоко она даёт наш, хотя это тоже спорная тема, то что делать вообще с системами искусственного интеллекта, пока непонятно никому, наша доблестная OUCI ещё год назад даже больше сформировала группу и где-то примерно 70 экспертов, которые активно обсуждают эту тему, если кому интересно присоединяйтесь, обсуждение оно там открытое абсолютно, и каждый месяц публикуются бюллетени в плане того, до чего за месяц эксперты додумались, ну, пока они, к сожалению, ни до чего разумного не додумались. То есть проблема остаётся, никто не понимает, самая большая проблема, их как бы две, да, первое это, а на каких условиях брать эти большие данные, и второе, а что делать с результатами, которые порождают эти системы. И появилась очередная опасность, опасность достаточно явная, если вы помните, были у нас такие патентные тролли, вот теперь появились такие тролли искусственного интеллекта. В Штатах уже полтора десятка процессов, где разработчиков программного обеспечения, которые в своей работе применяли системы ИИ, ну, на них подают в суд и, так сказать, пытаются с ними разобраться. Профи всего поступила в этой ситуации всеми любимая нами Microsoft, которая просто сказала, что если вы используете GitHub Копилот, и вам предъявляют претензии, вы эти претензии нам переадресовываете, мы будем с ними разбираться. Но надолго ли их хватит, даже при их способностях, я плохо себя представляю. Но вот проблема доминирования разрешительных лицензий, она существует не первый год, я про нее говорил, эта сводка вот на, буквально она недельной давности, она, конечно, весьма условная, потому что далеко не все продукты в эту сводку попадают, но увидите, что лидирует по-прежнему Apache, а свободные лицензии, к сожалению, тенденция такая, что за последние пять лет каждый год мы теряем по проценту в таком численном состоянии. Но при этом все мы понимаем, что основные свободные продукты, к которым мы привыкли, они выпускаются под вариантами GPL, и ситуация, в общем, она вряд ли изменится в обозримом будущем. Почему Apache? Ну, тут много есть причин, это тема отдельного разговора, почему Apache так популярен. Ну, да, популярен. Мы в связи с этой популярностью провели в течение полугода работу, то есть мы взяли где-то 17 наиболее известных проектов, выпускаемых под Apache лицензии, и посмотрели, а вообще кто-нибудь реально закрыл Apache-код или нет. Получилось, что нет. Эти продукты как выпускались, так и выпускаются, и никакого особо заметного проприетарного ПО, созданного на основе этих продуктов, просто не существует. Почему, вот я возвращался к этому вопросу, именно потому, что открытые программные продукты, это площадка для обмена современными корпоративными, так сказать, сведениями, и именно это удерживает большинство разработчиков от закрытия кода, выпускаемого даже под разрешительными лицензиями. Ну, и проблема количественного перехода, я одно слово буквально скажу, вот тут есть такая статья, на заголовок обратите внимание, это Forbes. Ну, в общем, я, например, рад, я дожил до того дня, когда Forbes стал публиковать статьи про свободное программное обеспечение. Вот, но проблема там обсуждается тоже крайне серьезно, это проблема количественного перехода, да. Если раньше наиболее значимые программные продукты под свободными лицензиями обслуживало там 10-15 человек, над ними работало 20, то сейчас с приходом корпораций сообщества разработчиков увеличиваются в разы, и тут возникает масса сложностей по управлению этими сообществами, поисками нового подхода и всего остального. Ну, вот, в принципе, ложился. Так, коллеги, вопросы? Продолжение следует... Спасибо. 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 Да, спасибо за вопрос, понятно. А что у нас, кстати, я его переадресую, а что у нас с лицензированием программных продуктов, разработанных под загосударственные средства? Вообще говоря, насколько я помню, в Гражданском кодексе написано, что права могут принадлежать как заказчику, так и исполнителю, зависит от контракта. Более того, вопрос же не в том, что было разработано по заказу или доработано, а в конце этого процесса по акту исполнитель что-то передает. И если исполнитель, например, взял GPL-код, его доработал и передает его не под GPL, то вообще говоря, это мошенничество со стороны исполнителя. Сейчас. Если изначально разработана программа, то владелец исключительного права может распространять ее на любых условиях. Если по контракту владельцем является заказчик, ну, проехали, если заказчик не решит, то не решит. Если владельцем является заказчик, то все. Нет, не все, но как бы... Ну, все. Все. Если владельцем является заказчик, и вы не оговорили в соглашении, что это распространяется по GPL, то все. Говорить не о чем. Спасибо. Ну, почему заказчик? Заказчик сам по себе. Ради бога. Я прошу прощения, еще маленькое добавление. Ну, не знаю, я вот сейчас стараюсь на разных площадках высказывать предложение, что если государство видит, что что-то не может быть разработано просто бизнесом, а требуется государственное финансирование, без него никак, то не надо не выдавать никаких грантов и прочих пособий, а надо просто сделать нормальный государственный заказ на разработку с публикацией результата под свободной лицензией. Ну, получится, нет, я не знаю. Это все, это самое, это хорошо, если будет. А сейчас ситуация такая, что вопрос этот решается при подписании, при согласовании условий контракта. Вот и все. Читайте контракт и подписывайте то, что вам нравится. Так, все, еще есть вопросы? Да. Пожалуйста. Прокомментируйтесь, я думаю, в курсе ситуации, есть такой продукт, называется Камунда, а седьмая версия Камунда была как раз Апач, вы сказали, что неизвестны случаи, вот, а восьмая версия уже под такой странной лицензией, где прописано, что программное обеспечение имеет функционал отслеживания его использования, там зашифрованные какие-то коды, и вы можете по-прежнему бесплатно этим пользоваться, но вы не можете исключать эти зашифрованные коды и убирать эту функцию отслеживания. Ну и что вас удивляет, в чем вопрос? Какая разница, в чем вопрос? Да, несомненно, конечно, конечно, любая разрешительная лицензия именно этим и опасна. Вот Камунда это известный, это известный пример закрытия кода, хотя мы его не рассматривали, я могу сказать, вот в исследовании нашем, но история с Камунда, да, она известна и с этой лицензии известна. Да, да, они его могут закрыть в любой момент, конечно. И могут взять другие разработчики, предыдущую версию, и заменить лицензию хоть на GPL. Это все в своем праве, просто если у вас продукт под разрешительной лицензией, то вы ни в коем случае не должны надеяться, что она останется в том же виде. Так, все? Нет вопросов больше? Анатолий, большое вам спасибо. А, вот еще. Спасибо. На первом слайде заметил тезис, что совокупная стоимость владения СПО всегда меньше, чем проприетарного. А вот допустим, да, учитывается ли в этой совокупной стоимости владения какие-то издержки, которые происходят во время перехода на свободную программную встречу с проприетарного, либо какая-то упущенная выгода, когда нет определенного функционала в свободной альтернативе? Нет, но совокупная стоимость владения – это известная экономическая формулировка, и в ней вопросы перехода не рассматриваются. Рассматривается то, что входит в жизненный цикл программного обеспечения. Поэтому те вещи, о которых вы говорите, естественно, их надо учитывать. И они, несомненно, учитываются. Но в этих исследованиях, можете посмотреть в предыдущих конференциях, я делал большой доклад несколько лет назад, где мы сравнивали именно совокупную стоимость владения свободного и проприетарного ПО. Нет, эти вопросы не рассматриваются. Спасибо. Извините, мы на время следующего доклада уже заехали. Анатолий, спасибо большое. Я думаю, мы в Куларах продолжим это интересное.